Ну что, привет, Интернет! Мы не устаем изучать вот этих самых участников этой самой выставки Интернет-Авеню. Почему мы это делаем, потому что, ну мне правда действительно интересно, какие люди приходят на выставки, и вот мы в преддверии выставки для этого начали просто смотреть. Может быть, это нам и нашим зрителям будет интересно. Вот сюда ставьте. Вот, да, сейчас вот у нас нам чай принесли, здорово. Вот, а с нами сегодня Борис. Борис представляет, насколько я понял, какой-то российский проект, но как бы вы сами казахстанец. Да, казахстанская фирма, я сам Турсома. Классно, из наших. Вот, а вы, Борь, называйте, как компания ваша называется, то есть вы ее назвали так же, как российскую или же у вас, кажется, своя видимость? Наша компания называется онлайн-маркет-сервис. Мы являемся независимой компанией от InSales. Ну и представляем саму непосредственно российскую компанию InSales, которая в России в 2008 году образовалась. И вот в прошлом году в ноябре вышла на казахстанский рынок. Это уже год получается? Полгода, да, где-то. Вы на Bitrix пишете интернет-магазины? Нет, это платформа, созданная именно программистами InSales. Вот, по схеме там получается… А почему все на Bitrix пишут, остальные? Ну, не все. Нет, ну, я прям не настаиваю на том, что все, но просто вот я чуть-чуть сталкивался, да, и там сплошной Bitrix, Bitrix, Bitrix. Ну, количество интернет-магазинов на InSales растет. Если, например, брать прошлый год, там было примерно полторы тысячи магазинов набрано. Там это где? В России? В России, да. Вот. Спасибо большое. В этом году уже насчитывается где-то две с половиной тысячи. То есть рост количества магазинов был довольно-таки большой. Чем удобен InSales? Тем, что вы получаете за минимальные сроки при минимальных затратах полнофункциональный интернет-магазин. А что такое минимальные сроки и минимальные затраты? Вы реально видели, что это не займет много времени. То есть вы там заполняете формочку для владельца интернет-магазина, и все, через 30 секунд он у вас готов. Сайт? Да. Господь с вами. Он у вас уже в сети появляется, у вас есть домен третьего уровня. Что такое третьего уровня? Объясните. Домен третьего уровня это название магазина .minesales.ru Все-все, понял. Это как бы еще не твой магазин? Да. Ага. Нет, он как бы ваш, но с нашим доменом. Ну как это? Он нашел, если за него никто не платил. То есть так же не бывает? Нет. Ну у вас есть 14 дней на данный момент. Сейчас 14 дней бесплатно. Потом можете выбрать тариф какой-нибудь из тарифов и работать дальше. Ага. Почему это по цене доступнее? Вот. Ну потому что у нас тарифы как бы идут ежемесячные. Слушайте, ну это какой-то не очень сложный интернет-магазин тогда получается. Потому что, ну допустим, если это большая сеть торговая, да, то есть как же так это все случается там через 15 минут. Я просто слышал, люди по году пишут эти интернет-магазины, да, там для крупных, ну компаний, да. То есть там у них там полгода из этого, да, уходит на интеграцию, оптимизацию, там выстройку вот это с 1С бухгалтерии, там складами. Суть в том, что тут, ну нельзя сказать, что он только для больших магазинов. Потому что на российской платформе, например, если взять тот же LeMonte, может быть вы знаете один из крупнейших магазинов, он тоже ослабслуживается на InSales. Вот. И тут... Ну там же писали как-то, наверное, это специально, то есть не за 15 минут уже случилось. Там есть доработки, но общий функционал он один для всех магазинов. То есть фактически есть один движок. Да. И этому движку пофигу сколько на него магазинов вешать. Конечно, да. Вот так. То есть это какой-то супердвижок. И каждый магазин, он индивидуален. То есть там нигде не указывается, что, например, это InSales. Например, по визуальной части настройки это тоже очень гибкая платформа. Там можно создать как от шаблона какого-нибудь, так и любую вашу идею можно воплотить. Ну это получается, я слышал, есть склад, склад.com, да, похожий сайт. Вот похожи они? Я просто, чтобы мне идентифицировать вообще. Нет. Они, в принципе, могут взаимодействовать. У нас есть приложение склад.com. Вот. И вы можете с этого склада… Нет, я имел в виду сайт. Вот. Нет, нет. У нас именно создание интернет-магазинов, именно интернет-магазины. То есть там у склада немного другая специфика. Да, они как барахолка. То есть площадка, ты покупаешь там торговое место и поливай. Да, у нас каждый интернет-магазин это как отдельный сайт. Просто вы этот отдельный сайт создаете за короткое время, за короткие сроки с полным функционалом. Что, прям правда? За сколько этот сайт создаст? Заполняете формочку и все, готово. Что за бред? Ну это же чудеса какие-то. Ну можете зайти проверить. Нет, ну это… Нет, я прям искренне рад, если так вообще все случается. И так в действительности есть. Получается, любой мелкий лавочник, да, там… Да, конечно. То есть он может просто заполнить… Ну а если потом что-то переделать надо? Переделать можно все, что угодно. А как это происходит дальше? Он опять формочку какую-то заполняет? Нет. Тот же магазин, который у него есть, он же у него как бы в сети находится. Он к нему прикручивает домен свой любой, какой хочет. Вот. И у него получается магазин. Дальше уже зависит все от его пожеланий. А кто прикручивает домен? Вы или он? Он покупает домен у регистратора в Казахстане. Ну понятно, да. Домен мы можем ему прикрутить сами. Это бесплатно делает наша техподдержка, если он ну не разбирается в программе. Вообще мы ориентированы на тех, кто в программе не разбирается. Ну это нормально, да. То есть он заходит и визуально все там настраивает, закидывает товар, ставит логотип, описывает формы доставки и так далее. И начинает работать. А если он завтра потухнет? В магазин? Ага. Он как бы блокируется, но магазин не удаляется. Не-не-не, я имею ввиду, вот я все сделал, как вы меня научили. Захожу завтра к себе на свой вожделенный сайт, только поперли продажи, а он взял и выключился. Он не выключится. Ну это наша работа. Но он же железный. Нет, мы за это как бы отвечаем. Это ответственность. Я стесняюсь спросить. Есть договор. Ну я на 100 тысяч товара купил вот под ваш сайт, да? Да. То есть мы как-то это заключаем с вами, договорные отношения? У нас есть публичная оферта, в которой InSales несет перед своим пользователем обязательства по безопасности, по работе самой платформы. Вот. Поэтому насчет этого как бы наши пользователи не должны волноваться. Нет. Я к тому говорю, что пользователи не должны волноваться. Это, конечно, очень здорово. Но вы же понимаете менталитет обычного человека. То есть я вот сейчас не пытаюсь вас затроллить, да? Ну я просто вот сейчас одеваю на себя. То есть вот у нас сейчас с вами происходит продажа вашего магазина мне. Почему? Ну почему? Условно. Вопросы те, которые может задать сам пользователь. Ну да. Мне прям интересно. Потому что когда я все-таки сделал свой магазин, то есть у меня сидит команда айтишников в моем офисе, то есть я хоть понимаю, что в случае чего кого я там повешу за что-нибудь там где-нибудь. А тут что я должен делать? Мне тут повесить даже и некого. Нет. Смотрите. Все равно обязательства закрепляются договором. Ну что? Ну что я полгода буду по судам бегать что ли? Второй момент тот, что ну тут все равно является как бы фактор доверия какого-то. То есть InSales появился не вчера. Он появился в 2008 году и рост количества магазинов растет с каждым годом. То есть это показатель того, что не только несколько магазинов доверились, но и большое количество. То есть 2500 это те магазины, которые реально работают. Но естественно создано было довольно таки намного больше. И тот факт например, что InSales уже работает не только в России, но к примеру в Украине, уже вышел на Казахстан и планирует выходить в Балтию, в страны Балтии, в Китай и так далее. Это о многом говорит, я согласен. То есть просто я вот задаю эти вопросы, потому что мне интересно. Потому что я знаю просто мы помимо нашей какой-то там продвиженческой всякой интернет деятельности, то есть вот я например занимаюсь, я еще работаю с частными клиентами. И я просто знаю сколько у них вопросов возникает в связи с этими интернет любыми движениями, любыми. Потому что я не говорю о серьезных движениях, когда там серьезные средства вкладываются. То есть там народ, ну а же знаете как на Украине, пока не пощупаешь. Ну да, никто платить не хочет. Вот, да. Ну и я думаю вы то с этим тоже сталкивались. А сколько вы в Казахстане вот уже подключили в свою систему магазинов? Ну было создано примерно около 500, чуть более. Вот на данный момент работают ну около 100. Вот. То есть а есть какие-то известные в смысле такие более-менее узнаваемые уже марки, кто на этой платформе? Ну из крупных пока нету. Вот. По крайней мере они пока магазин создали, вот как бы это розничные сети, к примеру. Вот. Ну назвать я их пока не могу, потому что они еще не запустили. Нет, ну это нормально. Да, они как бы планируют запускаться, но они запустятся и поэтому я думаю эти магазины… Ну это вот узнаваемые, да? Узнаваемые будут, да. Сейчас пока их назвать не могу. Ну понятно, потому что клиент как бы еще сам не запустился, поэтому я не могу сказать. Ну логично. А вообще как вы вот относитесь к рынку е-коммерции нашего казахстанского? То есть как мне видится, я вот тут недавно тоже вот в рамках выставки интернет-авеню мы разговаривали с владельцем интернет-магазина slon.kz, Беллер Виталий. Он мне сказал цифры такие, что где-то 260 магазинов интернет уже существует как бы в КЗ работающих. Для меня, например, эта цифра была немножко шоковой, да? То есть потому что ну я знаю там от силы… Где они, да? Да, 3-4. То есть они… Нет, но он как бы мне так сказал, что славно, они все работают, они просто через Google, ну там всякой SEO-оптимизацией нагоняют себе этих пользователей и работают достаточно успешно. Ну у меня возник закономерный вопрос, а что же они о себе никто не рассказывает, да? Вот вы пришли, вам интересно, да? Вот вы взяли, рассказали. То есть нашу программу там увидит, ну к примеру, там тысячу человек, да? Вот тысячу человек только посмотрит вот в рамках, допустим, сайта. Потом она дальше там расползется там по соцсетям, да? То есть ну почему? Это ж ну вообще ничего не стоит фактически, просто что-нибудь о себе не рассказывают-то? Ну в принципе главным барьером на данный момент, как я понял, вот при работе с нашими пользователями, это неосведомленность. Уровень знаний в этой сфере очень низкий. То есть люди приходят, у них есть одна идея – мы хотим торговать в интернете. Как создать интернет-магазин? Даже основные способы продвижения, как это все делается, они этого ничего не знают. Вот, поэтому это как бы главная стенка, а те магазины, которые владельцы – это в основном мелкие магазины, которые, к примеру, занимаются единственным продвижением, например, в Google в том же, в Яндексе. Вот, ну и имеют, наверное, какие-то розничные сети и свою клиентуру, по которым они уже делают налаженные доставки, например. А крупные, все мы, естественно, знаем, там, Сулпак, Технодом, все эти самые крупнейшие интернет-магазины, Меломан, мы это все уже, естественно, знаем, потому что они у нас на виду в городе все стоят. А мелкие, естественно… А вот вы были у них на переговорах? То есть вы им предлагали эту систему свою? Ну, в принципе, мы пока ориентировочны на среднего и начинающих людей, которые только хотят начать. Вот, это как бы наша основная аудитория, вот, поэтому мы сейчас работаем на них. Мне кажется, там еще вот такая интересная есть тенденция, что вот все люди насмотрелись там кино, что ли, какого-то, да, и поперли в эти интернет-магазины. Но вот создать интернет-магазин, вот как вы рассказываете, это вообще там, по ходу, очень легко. Вообще, да, по факту. Как выясняется, но это ж… Ну, технически мне все равно, там, ты должен, во-первых, определиться с товаром, да. Это да. Ты должен где-то этот положить товар, да, там, следовательно, это какой-то должен там кладовщик быть, да, должна быть служба доставки, должен быть колл-центр. То есть, это же целая процедура, да. То есть, мне кажется, вот наши люди, вот кто… Как, вот он сделал этот магазин, ну… Чего они об этом-то все половины не думают? Ну, в принципе, те, которые начинают, у них в одном лице и директор, и бухгалтер, и складовщик, и доставщик, и все остальное. Это вот те, которые самые мелкие, там, предприниматели начинают. Например, человек, у него даже, может быть, точки нету, у него есть какой-нибудь товар, там, ну, друг, товаром со склада может ему, как бы, предоставить. И он просто хочет в сети, потому что, ну, это минимальные затраты, ему не надо аренду платить, не надо платить никому зарплату. Вот, он, как бы… Как это и работает через жопу? Ну, нет. Не, ну, 20 мы заявок ему в день заказали. Ну, так круто. Что он делать-то будет, этот орел ваш, который ни за что не платит? Вы имеете до 20 заказов в день? Конечно. Ну, и развезет он их. Если он уже начнет оборот набирать, уже можно подключить службу доставки. У нас служба доставки есть, которая доставляет курьерами. Как называется? Пониэкспресс. Угу. И Коспочта доставляет. Угу. Ну, а вот вы слышали, что сейчас на границе скопилось просто бешеное, там, сейчас ввели новую какую-то таможенную фигню, вот, и то, что из России приходит, там, вообще невозможно. То есть, это должен каждый пользователь ехать сначала на таможню, что-то там декларировать. Мне кажется, вот этим постановлением вообще рынок убили к чертовой матери. Ну, я сейчас говорю про те… Локальные какие-то? Случаи, которые, да, вот у него где-то там за городом склад лежит, где все лежит, и он оттуда доставляет. Или у него дома просто в отдельной комнате какой-то товар он где-то накупил, вот, и продает. Например, с Китая заказал оптом там целую кучу каких-нибудь делушек и продает. Так сколько вот это интересное на самом деле… Вот, окей, вот такой вот товарищ накупил что-то там с Китая и начал тут вот этой вот самодеятельностью заниматься. Ну, не знаю, это хорошо или плохо. В принципе, я думаю, нормально это. Ну, а как еще начинать, да? Ну, да. С этим я согласен. Единственное, там есть один такой момент, что он невольно все равно улажать будет. Ну, невозможно. Он просто пока научится, он будет улажать. Ну, это естественно. И тем самым он будет, ну, как бы портить рынок. То есть он будет портить впечатление вот этих потенциальных клиентов этого рынка. О интернет-торговле. Да, да. Он в целом будет улажать восприятие людей об интернет-торговле. Вот это вот, мне кажется, вот у этих вот ковбоев, да? Ну, это как бы человеческий фактор, естественно, который как бы обойти полностью не получится. Окей. Поэтому, ну, я просто хотел бы продолжить. Поэтому мы как бы сами in sales заинтересованы. То есть мы напрямую заинтересованы в том, чтобы наши клиенты нормально продавали, у них дела шли в город. Ну, а чем вы можете им помочь? Вы им дали классный продукт, классный сайт. Мы еще их консультируем. Мы отвечаем вплоть на такие вопросы, как… Как не стать богатым? Такие не пишут вам? Нет. Там приходят вплоть такими вопросами, как, что лучше продать, как вы думаете, этот телефон или этот телефон. Ага. Вот, в принципе, спасибо. В интернете можно все измерить. То есть поисковики и анализ интернета, конкурентов и так далее дает очень большую картину хорошую, в каком направлении лучше двигаться. То есть вам можно еще вот на начальных этапах за консалтингом обращаться, я правильно понимаю? Причем мы будем проводить, вот планируем проводить для наших клиентов и не только для клиентов, обучающие семинары. То есть будем собирать в небольших группах людей, чтобы это было более, как бы, ну, полезно. Если собрать 100 человек, то, естественно, там половина уснет, половина не помет. Так, если человек 15 собрать, им пошаговую инструкцию по созданию магазина рассказать, то, естественно, это больше для них даст результат. Супер. Вы на выставке что делать планируете вот на интернет-авеню 26-го, 27-го мы напоминаем, что будет прикольная выставка. То есть я вот, вы знаете, без ложного леща, я вот поговорив там с несколькими участниками, я все более и более к ней серьезнее начинаю относиться. Почему? Потому что я вот четвертый год тружусь в интернете, но есть такие пласты, которые я просто тупо не знаю. Ну вот я не сталкивался, допустим, с интернет-магазинами и все, что вокруг них происходит. То есть мне вот сейчас прямо интересно, как говорится, от души интересно то, что вы говорите. Потому что это новая абсолютно для меня тема и ну нелогично. Нужно, как бы мне кажется, тем, кто собрался в интернете всерьез и надолго двигаться, нужно образовываться, да, то есть на эту тему. А как образовываться? Ну, наверное, самое логичное – общаться с носителями уникальной вот этой информации, да, то есть как бы вы там в смысле какой-то стенд будете делать? Да, у нас там будет стенд, где мы будем выставляться. Вот там каждый может подойти, проконсультироваться, посмотреть в интернете, естественно, на ноутбуках, что мы такое, что у нас за продукт. Назовите еще, пожалуйста, название компании на камеру. Вот, подходите вот к этому парню на выставке, найдите вот эту контору, давайте, говорите. Вот, наша компания InSales.kz, там будет красный такой стенд наших компаний, цветов нашей компании. Девчонки будут в купальниках? В купальниках не будет. Блин. Ну, я буду. Взялся бы в купальнике, да? Я вместо девчонок буду я в купальнике. Кстати, хорошо бы ходили. Вот, в интернете, не, ну, шучу, естественно. То есть, классно, то есть можно прийти и вот разговаривать с вами, да? Пожалуйста. Пока говорилка как бы не отвагаться. Можно и после какой-то, после выставки приезжайте к нам в офис, все расскажем, все покажем, поможем. Окей. Поделимся опытом. Окей. А еще вот можете сказать, давайте вот еще дадим ребятам, начинающим, да, вот какую-то инструкцию. Вот как все-таки, с вашей точки зрения, вы уже сколько этим занимаетесь? Ну, где-то года три-четыре. Во! Это вы уже, надо полагать, как бы разобрались в этом. Ну, я как бы сам начинал тоже с интернет-магазина, сам был владельцем и только потом, ну, как бы сам через это прошел, через что начинать. Ну, это хорошо, то есть, потому что меня вот эти теоретики, они меня всегда пугают. Угу. Потому что, мне кажется, пока ты практически вот ручками это все не потрогаешь, ничего хорошего не получится. Давайте, Борис, сейчас вот с моей помощью наговорим какие-то углы острые, которые желательно бы на берегу вот этим многочисленным ребятам, которые сейчас хотят ломануться в интернет-торговлю, пускай они с вашей помощью их обойдут. Они вам будут очень благодарны и заведут у себя сайтик на вашем сайтике. Ясно. Ну, первое, это надо проанализировать, какой товар продавать. То есть, интернет – это такая сфера, где все измеряется, статистика вся открытая. Ну, а как статистика открытая? Я же не могу узнать, сколько Solpack товара продает и какие группы. Нет, я про другую статистику. Я про статистику, например, взять Google и Яндекс. Кто что ищет в Google и Яндекс – это уже показатель того, например, какой телефон больше покупают. Угу. Вот. А где можно найти такую статистику? Google и Яндекс дает там подбор ключевых слов. Если интересно, можно в Google просто ввести там анализ ключевых слов. Очень много статей по этому поводу, как анализировать нишу, как анализировать конкурентов. Это все есть. Короче, надо грамотно погуглить. Да, грамотно погуглить, почитать. Все это есть. Вообще, в Google есть все полностью. То есть, первое – это, естественно, анализ. Второе – ну, тут уж мы никак отношения не имеем. Не нужно обводить анализ поисковых слов. Да? Ну, там подбор ключевых слов, например. Вот. Это дает Google и Яндекс у них отдельно идет. Вот. И там примерно точное количество запросов, которые спрашивают по тому или иному слову. И тут… Но это получим мы все-таки российскую статистику. Google KZ. Google KZ. Яндекс. КЗ. Там можно выбрать регион. По Казахстану, по Алма-Ате и так далее. Вот. То есть, тут уже человек поймет, в какую сторону ему двигаться. Вот. Дальше, естественно, он решает вопросы там со складом, с доставкой и так далее. Тут юридические вопросы мы как бы уже, ну, предоставили ему техническое решение. Тут он уже как бы сам это все делает. Ну, тут не только юридические вопросы. Тут, ну, мне кажется, вот представьте, да, человек выбрал, там, я не знаю, китайские какие-то товары, да. То есть, и что-то там не подрасчитал. Вы же знаете, что там два месяца в году Китай закрыт. Ну, да. Вот. На Новый год. То есть, и он в разгар только начал свой бизнес, у него стартап, у него птуш, и кончился товар. То есть, ну, это же ужас. Ну, вот если честно, для торгующего человека, когда ты набил вот аудиторию, да, к тебе заходят люди, а тебе торговать нечем. Ну, естественно, такое он должен как бы предусмотреть. Это, в принципе, этот анализ. И все, если на бумажечке записывать, все это, ну, как бы структурируется само собой. Второй очень важный момент. Люди не задумываются о том, как раскрутить магазин. Они должны запомнить то, что какой бы он не был красивый, какой бы товар бы у него не был, какие бы не были хорошие цены, если вас не находят, то вас нет. Вот. То есть, вы должны выделить бюджет на раскрутку. Вот. Если он у вас стоит в дремочем лесу, то от вас толку нет. Про бюджет на раскрутку интересно. Давайте будем цифры какие-то говорить. То есть, вот сколько по вашим ощущениям такой среднеизвешенный магазинчик нужно денег заплатить, чтобы он раскрутился? Ну. И за какой период времени? Потому что вот, Борь, общие слова, GFP, CTP, KPI. Ясно, правильно. Чувак, там сидят, может быть, и знатоки, но вот знатоки уже погуглили, да? То есть, а мы сейчас рассказываем вот средний. Понятно. Вот. В общем, начнем с мелких магазинов, например, те, которые только хотят попробовать. Вот. В принципе, первое, что надо сделать, это оптимизировать сайт. Под SEO-поисковую оптимизацию? Под поисковую оптимизацию. Если, как бы, пользователь не знает, что это, пожалуйста, посмотрите в Гугле, чем отличается контекстная реклама от SEO-оптимизации, чтобы вы понимали. Если вы, как бы, этих понятий не различаете, то вам, в принципе, нечего делать в интернете, потому что, ну, раскрутка в интернете, она на этом и стоит. Ну, тут же, Борь, тонкий момент. Ваш модный сайт, он-то должен быть адаптирован под SEO-поисковую оптимизацию? Чисто технически, да. Но SEO-оптимизация, она состоит из внутренней оптимизации и из внешней оптимизации. Вот. Я, как бы, технически не буду углубляться в эти вопросы, но без внешней оптимизации, внутренней оптимизации, без затрат, она, как бы, долгий будет эффект давать. Ну, да, он проиндексируется, там, месяца через, там, через полгода. Да, в принципе, чтобы Google, Яндекс без каких-то усилий начал что-то там выдавать, нужно полгода. Угу. Смотрите, я тупой-тупой знаю. Случайно. Не обращайте внимания. Ну, уже в интернете же работаете. Ну, да, я уже наслушался. Причем, я вот до сих пор все это, все, что касается вот SEO, да, то есть, я все равно отношусь к это, ну, вот, я не знаю, к Марвину какому-то, да, там, в смысле, ну, вот это, я имею в виду не магазины, а волшебника. То есть, это какой-то Гарри Поттер все равно для меня, то есть, это, ну, потому что, ну, я не математик, не технар, я вообще не понимаю, как это работает, да, то есть, у меня появится, что там ноль и палочка, да, то есть, ну, короче, все это сразу, у меня депрессия, короче, начинается сразу. Поэтому есть, в общем, SEO-оптимизация. А кто мне это будет делать? Вот я вот, как это, как бы, Боря, вот все хорошо, но куда бабки-то отдать? Бабки вы отдаете SEO-оптимизаторам, это уже компания, которая будет этим заниматься, это мы или этих компаний очень много. У вас есть такая, в смысле? У нас есть такая возможность, вот, причем мы работаем, как бы, не так, как все, например, работают по стандарту, например, берут, если уже о цифрах говорить, 45 тысяч, обычно примерно говорят, и, ну, говорят, 10 тысяч тенге в месяц. Чтобы быть счастливым. Да, мы вам продвигаем 10 ключевых слов, к примеру. Как работаем мы? Мы же понимаем, что их хотя бы 150 надо продвигать? Не обязательно. Не обязательно? Не обязательно. Можно взять основные там какие-то ключи выбрать, и по ним, и там все равно будет хороший эффект. Как мы работаем? Тоже, если, ну, уже конкретно к цифрам говоришь, чтобы пользователи понимают. Сколько надо платить? Смотрите, мы каждый ключ высчитываем стоимость отдельно. Ну, давайте усредненно. Усредненно, там, примерно, который с большой конкурентностью, там, приводит, например, возьму интернет-магазин, например. Путевка в Турции. Самая дорогая, наверное. Ну, интернет-магазин мы взяли, возьмем интернет-магазин, возьмем второй ключ интернет-магазин одежды, третий ключ интернет-магазин одежды Adidas, к примеру. Интернет-магазин много народу придет, вот, там очень много народу, конкурентность большая, стоит примерно 10-12 тысяч тенге в месяц. Интернет-магазин одежды, средний ключевой запрос, примерно, придет уже поменьше, но он больше уже фокусированный, то есть, нам придут более качественные пользователи, потому что они уже ищут конкретно одежду, ваш товар. Ну да, там, не фонариками уже. Да, да, то есть, те, кто сотку ищут, они к нам не придут. Да, фау-имитаторы не придут. Да, вот, поэтому тут примерно в районе 5 тысяч тенге есть. Ага. Если, например, интернет-магазин одежды Adidas, вот мы специализированный магазин одежды Adidas, тут уже, там, процент качественных посетителей, там, уже, ну, большое количество. То есть, из 10 пришло, например, 8, те, кто нас искал. Наших. Да, тут уже, но зато этот запрос уже менее, как бы, людей приводит. Тут примерно 2 тысячи тенге в месяц. Трафика не будет, но зато будут реальные люди. Зато будут реальные люди. Да, реальные люди. Поэтому этой системой мы позволяем своим клиентам, как бы, самим строить стратегию продвижения. То есть, если у него бюджет, там, например, 40 тысяч тенге на месяц он готов потратить, то мы берем, там, один какой-нибудь большой, ну, и там, поначалу мы берем, в основном, средний и низкочастотный, по ним, как бы, эффект будет быстрее, и люди будут качественнее. Вот. И потом уже, если уже все пошло, приплюсовываем. А сколько у вас народу, Боря, работает, если не секрет? Потому что я вот так сейчас начинаю понимать, а я вам не буду скрывать, мне нравится вообще, как вы это рассказываете и что вы рассказываете. То есть, ну, вот у меня все люди делятся на 2 категории, которым я верю и не верю. Вот я сейчас сижу и вам верю. То есть, это, я считаю, для вас это хорошие новости. Не, ну, не знаю, потому что я много с людьми разговариваю, да, и у меня вот эта вот эмпатия, да, то есть, она на очень высоком уровне развита. Я понимаю, что в бизнесе вроде бы такими категориями судить сложно, да? То есть, лучше договора заключать юридически. Но, с другой стороны, наверное, вот настоящий бизнес, он все равно вот верю, не верю. То есть, так, скорее всего, это происходит. Потому что мы видим человека, ну, ты не понимаешь даже, почему он у тебя вызывает какое-то отторжение, да? Ну, зачем в это вникать? То есть, ты чувствуешь тревогу какая-то. Все, до свидания, да? Ну, что ты будешь с этим делать? Ну, вот. Молодцы, москвичи. А где офис головной? В Москве, да. Ну, вот, хорошего этого представителя нашли. Москвичи. Молодцы. Вот. Не, ну, потому что человек там с бегущими глазами, да, там, я не знаю, там, как бы, вызвал бы меньших симпатий, скажем так. Вот. Окей. Но вы же понимаете, что, как бы, чтобы у них, сколько должно быть покупок в интернет-магазине, чтобы он, ну, там, как-то прилично себя чувствовал? Ну. Опять же, какие-то усредненные категории есть же. Так не могу сказать, потому что у каждого магазина своя маржинальность, свой средний чек. Ну. Например, если взять бытовую технику, которая является лидером вообще в интернет-рынке, то есть и в России, и везде. Там невысокая маржинальность. Да. И взять ноутбуки. То есть по ноутбукам, например, количество заказов намного меньше. Вот. Но оборот на втором месте. А вот, например, одежду взять, которая идет третьим местом, на третьем месте, там получается маржинальность меньше, заказов намного больше, чем в ноутбуках. Но ноутбуки все равно, они по оборотам бьют одежду. Поэтому я примерно в среднем так не могу сказать. Потому что, ну, никак. Ну, получается, смотрите, мы купим средневзвешенно по 5000 тенге, там 10 слов. То есть им на вот эту село всякую. Ну, просто вот мы общаемся там с многими, допустим, там нашими. Вот я, например, общался там с несколько локальными магазинами, да. Они говорят, слушай, ну, мы вот это все делаем, но то, что вот вы сейчас говорите, но нету вот какого-то такого там. Бума. Такого уж прям, да, этого. То есть, да, ходят. Да, это работает, да. То есть, но для того, чтобы мне закрыть все дырки мои финансовые, да, то этого, ну, явно недостаточно. Мне кажется, одним гуглом не выйдешь. Нет, конечно, там комплексно идет. Я взял гугл из расчета на малобюджетные проекты. Это основа вообще для интернет-магазина. Вот. Так, я вот хотел что-то сказать. Со мной сложно, да. И что-то сбился с мысли, поэтому потерял. Нет, ничего, сейчас вернетесь. То есть, давайте как бы этот. Смысл такой, что в маленькие магазины понятно, что малыми деньгами как-то там можно обойтись, а на большие проекты хорошо. Что еще нужно делать? Помимо гугла. Есть баннерная реклама. На сайтах. Ну, вот видели mail.ru письмо, отправили баннер вылез. А, понял. Это вот воронка покупок. Она за тобой будет бегать. Даже напор на сайтах, да? То есть, ты зашел на порно сайт, а тебе там такой «А что ты не зашел в интернет?» Мы искали там туризм, например. Они тебя маркируют сразу, да? Да, это маркер идет, да. Вот. А, вот я вспомнил, что я хотел сказать. Прикольная реклама, да? Ты зашел, блин, нормально на порно сайт, да? А то тебе, а ты туфли забыл купить, чувак. Ламота, заходи. Смешно. Вот. Да. Вот. Я про что еще хотел сказать. Немаловажный фактор – это как сайт сам построен. По удобству. То есть, это называется конверсия. Если 100 человек купило 2, это конверсия 2%. Вот. От сайта строения очень многое зависит. Нужно в интернете первое дело как бы показать человеку, что вы доверие внушаете. То есть, это не магазин, куда вы пришли, пощупали, отдали деньги и все, ушли. Этот ваш товар весь в интернете. То есть, его не пощупать. Его можно поставить только на картинке. Чтобы он нигде там не искал, потому что он просто… Ему там телефон позвонил, он уже вообще не вернется с вашего сайта. Человек потерян, потенциальный клиент. Как ему телефон позвонил? В смысле, почему он не вернется? Ну, вот смотрите. Когда вот приходит 100 человек на сайт, из них, например, 2 человека сделали покупку, это 2% конверсии. Да. Вот эти 98 человек, которые ушли… Они почему-то ушли, да? Почему-то ушли. Первый, например, у него почта пришла, там, например. Он отвлекся, там, написал какой-нибудь бизнес-партнер. Все, он убежал. Хотя он был готов купить эти кроссовки, но потом… Он вывалился, получается. Он вывалился. И таких большинство случаев. Поэтому вы должны максимально упростить, чтобы он не шел, там, пятишаговыми шагами, там, по всему сайту, чтобы купить. Чем меньше кнопок он нажмет, тем лучше. Да. Вообще, это золотое правило трех кликов. За три клика он должен найти то, что он ищет, купить то, что он ищет и получить, там, оформление заказа. Все. Вот три клика. Второе, он должен получить всю информацию о платежах, как он может оплатить, куда он может позвонить, чтобы, ну, удостоверить, что эта компания существует, там, офис, где он у них находится. Потому что, ну, он же не знает, там кто-то работает по доставке деньги курьеру, а кто-то по предоплате. Естественно, предоплату никто не хочет делать просто так. Вот. Поэтому это очень большой фактор, много факторов, которые могут повлиять вот от того, что вы говорите, что многие вбухивают деньги, но результата нет. Вы сайт сначала перестройте, чтобы он был рабочий. Вот. И это уже, как бы, даст другой результат. Удобный был. Баннеры, там, тексты и так далее. Вот. Поэтому это все очень… Еще больше. Как интернет-магазины раскручивать правильно? Ну, вот с вашей точки зрения. Про баннеры уже сказали. Еще что делать? Ну, например, многие заводят аккаунты в соцсетях. Нужно это делать? В соцсетях тоже в зависимости от товара. Вот. Если, например, брать те же линзы, например, Lensmark, они вот, например, как вы, может быть, видите, они везде рекламируются. Ну, Chikolife у него вообще такая политика. Они вот по интернету, они вот все дальше, дальше. И сейчас уже YouTube. Из каждого утюга он хочет кричать. То есть, ну, это нормально. Это политика. Да, это нормально. Допустим, вот, Bismarck, он о себе тихо молчит. Вот. А Chikolife о себе тихо кричит. Ну, и причем они примерно рядом идут. Вот опять же, да, вот все говорят, что они идут рядом, да, то есть, я только не могу понять, на основании чего люди делают такие выводы. Я не против. Ну, я, по крайней мере, делаю на основании слов самих руководителей. Ну, так вот, да. Ну, тут как-то, да. Ну, вы видели хоть одного руководителя? Вот я вам сейчас задам вопрос. Боря, ну, вы же понимаете, что ваш бизнес никогда не получится, да? То есть, я сейчас услышу целую тираду, что почему я... Нет получится. Какой я ганджубас курю, да? То есть, спрашивая этот вопрос. Ну, это, ну, кто ж сознается, да? То есть, ну, в своих каких-то неудачах, как правило, не принято сознаваться, да? Там, и каких-то своих недоработках, да? То есть, ну, мы сейчас не собираемся там обсуждать Чиколаев и Бисмар, да? То есть, ну, просто вот мне все время все говорят, да, они примерно одинаковые. Откуда знают? Я просто знаю и того, по большому счету, да, и этого лично. Вот. Ну, когда я им задаю вопросы о каких-то цифрах их продаж, с них очень тяжело что-то узнать. То есть, они... Ну, я не знаю, но в прошлом году, вот, в Астане была выставка, там цифры говорились. Вот, и Бисмарт выступал, и Чиколаев выступал. Я цифры не помню точно, но там было примерно равные обороты. То есть, они прямо вышли и сказали примерно обороты. Вот. Ну, короче, это с их слов, потому что статистику они не открывают никто. Ну, естественно, это рабочий момент. То есть, вот, мне тоже интересно, да, то есть, на интернет-магазины почему-то не вешают счетчик. Ну, вот даже банальный Count Zero публичный. Ну, тоже зависит от магазина. Ну, вот логично же. Я вот все сайты, которые запускаю, я на них вешаю нормальный, вот, ну, общепризнанный счетчик. Мне даже самому удобно, мне же не надо каждый день в эту аналитику лазить, да. То есть, ну, зачем? Я зашел, смотрю, о, там многие там хаят, там, допустим, тот же Count Zero, да, там, ну, повесьте Live интернет рядом. Они, кстати, примерно там, с зазором 200 там человек, они примерно говорят. Ну, я вот понимаю, о, полторы тысячи человек было на сайте. Ну, уже как-то. Ну, для владельца сайта, как бы, в принципе, главное же посмотреть, кто пришел, когда пришел. Для этого Google Analytics, Яндекс.Метрика существует. Вот, поэтому, в принципе… Нет, ну, если ты любишь бравировать большими цифрами, ну, повесь счетчик. Вообще тема. Ну, а зачем? Я просто не понимаю, для интернет-магазина зачем показывать, сколько к нему пришло. Вам клиент пришел, лучше покажите, какая у вас одежда, там, чего вы продаете, чем показывать, сколько пришло. Ну, пускай так будет. Нет, я не настаиваю. Это же, как бы, на саму покупку не повлияет, сколько там пришло. Ну, нет, ничего подобного. Вот я, допустим, когда сайт кричит, что мы очень популярный сайт, и у него нету внизу column zero, допустим, да, там, или какого-то счетчика, которому я привык доверять. Ну, слушай, у всех висит, и они говорят, что мы популярны. У этого не висит, и он говорит, что они популярны. Меня всегда вызывают сомнения, почему не висит. Ну, если так много людей ходят к тебе в магазин, вот подождите, когда я захожу в ЦУМ, к примеру, ну, сейчас закрыли, ладно, раньше я заходил, да, я знаю, что там первый этаж стоял раком. Вот, сотки продавали. Ну. Помните, были в ЦУМе? Да, да. Вот. Не нужно же этого скрывать, что первый этаж в ЦУМе стоит раком. Рядом какой-то бутик, в который раз, два раза в день приезжает какая-то навороченная женщина. И то, вот она делает там две покупки, а тут делается тысяча покупок. Это же очевидно, то есть я могу посмотреть, сколько делают тут покупок, и сколько тут. Вот как, ну, после этого магазина постоял, посмотрел, и тут постоял, посмотрел. А почему в интернете мне так не делают? Ну, не знаю, мне кажется, мое мнение, что интернет-магазин, цель совсем другая. Человек пришел, его можно не то, его нужно не счетчиком не ждать. А можно к вашему сайту счетчик присобачить? К нашему SalesKZ? Да. А зачем? Подождите, можно или нет? Нет. Угу. Ну, я просто... А что такого, я могу понять? Что мы все скрываем-то, Господи, простите? Ну, по крайней мере, это вопрос не ко мне, это к нашим российским коллегам. А они, в смысле, сказали, что нельзя? Ну, это нужно спрашивать. И вообще целесообразность... Нет, вы просто не интересовались, я бы так сказал. Ну, я не интересовался, я просто не вижу целесообразности его вообще прикручивать счетчик, по крайней мере, к нашему сайту. Нет, я не против, то есть, мне просто интересно, то есть, может быть, это там... Вряд ли на уровне политики, да, россиянам пофигу, например, да, то есть, прикрутится это. Нет, ну, первый вопрос, естественно, перед каким-то действием, зачем это надо? А если это не надо, зачем это делать? Ну, да, у меня с логикой, с математикой, то есть, когда там ее раздавали, то есть... Нет, ну, нам это не надо, то есть, поэтому зачем это делать? И люди, которые к нам приходят, они лучше позвонят и спросят, там, какие-нибудь интернет-магазины, можете показать ваше портфолио и так далее? Мы покажем, если надо, вот, а общее количество посетителей, ну, в принципе, им ничего этого не даст. То есть, мы как бы продвигаемся в Google, я на контекстной рекламы и так далее. Ну, не знаю, я вот с этим все-таки оставлю за собой право не согласиться. Для меня критерий сайта – это посещаемость. Вот, пофигу мне, что они там делают, да, покупают обувь, либо читают блоги, либо пишут на форумах всякой гадости. Мне не имеет в данном случае значения, да, то есть, я знаю, что туда заходят живые люди и много, вот. Но это тоже не факт. Ну, как не факт? Ну, можно счетчики накрутить. Согласен, но в интернете это быстро выявляется. Вот, были же случаи, да, там люди спорно сайтов ссылки ставили, смотрите, как плохо закончилось. Ну, выявляется, но люди-то, большинство, если, которые верят этим счетчикам, они не будут выявлять. Они просто увидят цифру, а, хорошо. Нет, я знаю, что у нас половина сайтов нагоняют себе трафик, ну, причем справедливый трафик. Сайт имеет право, то есть, когда ты Google SEO оптимизацию делаешь, ты тоже трафик нагоняешь. Цинично. Ну, можно же так сказать? Как оптимизировать и по каким этим? Мы, например, оптимизируем только по тем, которые нужны. Качественный трафик. Зачем нужен некачественный трафик, тем более интернет-магазин. Мы же не зарабатываем на какой-то рекламе, например, на сайте. Мы не зарабатываем там на каких-то просмотрах. Мы зарабатываем реально на том, чтобы человек пришел и купил. Так сколько, а вот мы так и не услышали. Давайте вот, заканчивая наше интервью, счастливому владельцу сайта на вашей системе, сколько ему в месяц нужно вам обонплату платить? Абонент-плата, у нас тарифы идут. Да. 1900 тенге в месяц. Утика. До 100 товаров. Маленькие. Мы хотели бы 1900 тенге, пожалуйста. Вообще. 4900 тенге до... Вы специально сделали по цене домена? У нас, если так посмотреть, то у нас тарифы поменьше, чем российские. То есть мы специально путем переговоров договорились, что в Казахстане как бы те тарифы не покатят. 4 900, 9 900, 19 900 и так далее. Чем заканчивается самая большая трасть? 45. 44 900. Короче, за 300 долларов ты будешь вообще... Да, там вообще полный функционал. Ты просто там в скобках, вот как Чиколаев МИ говорит все время. И наступит счастье. И в смысле дороже вот прям и нету? Нет. Ну там уже все максимум. Все, что мы можем предложить. Супер. Люди за эти 40 с небольшим минут нашей увлекательной беседы... Кстати, не заметили, да, как 40 минут прошло? Да, вообще не заметили. Ну так вот они все говорят, а что так долго? Вот, а как долго? Вот тут не долго, это там долго. Вот, когда смотришь сколько программы. За 40 с небольшим минут нашей увлекательной беседы с Борисом, лично я для себя узнал, офигеть сколько полезной информации, да. То есть, подробнее вы сможете найти стенд Бориса и его компании без девушек в купальниках, но зато очень красный, на выставке интернет-авеню 26-27 приходите. Вот, а вам же Бори, а я желаю удачи в бизнесе. Спасибо. Человек, вы хороший и грамотный. Спасибо большое. У таких рано или поздно обязательно чем-нибудь заканчивается. Спасибо. Давайте. Аминь. Всем удачи. Спасибо. Спасибо.